Привет, Apple снова выпустила iOS 18 Beta 3 и в этом видео давайте посмотрим, что в ней нового. Размер этого обновления небольшой, для iPhone XS он составил 299 мегабайт. Apple также выпустила новые сборки для iPadOS 18 и macOS Sequoia. Номер сборки, естественно, поменялся в этой бета-версии и теперь это 22A5307i. И здесь нет обновления прошивки модема, соответственно, подключение к сотовым сетям будет работать точно так же, как и на третьей бете первой версии. Ну а теперь давайте посмотрим, что нового в этом перевыпуске третьей беты-версии iOS 18, а на самом деле практически ничего. Когда на прошлой неделе Apple выпустила первую версию этой бетки, то в приложении iMessage, ну и вообще по всей системе, если мы зайдем в раздел Emoji, то у нас Emoji превратились в 4 ряда вместо 5 и, соответственно, еще и стали больше. Об этом я говорил в прошлом своем видео, в прошлом обзоре и это на самом деле так себе. Так вот, в этой перевыпуске это вернули, как, собственно, мы с вами привыкли, в 5 рядов. Также они добавили в приложение диктофона стереозапись. Соответственно, теперь, если вам нужно что-то записать в стерео, пожалуйста, заходите в настройки, приложение диктофон и включаете там пункт стереозапись. По большому счету, это все, что было добавлено в перевыпуск iOS 18 Beta 3, согласитесь, не так много. Также Apple выпустила новый HomePod в цвете Midnight, убрали Space Gray, теперь у нас есть с вами HomePod Mini в цвете Midnight. Об этом, естественно, я писал в нашем Telegram-канале, ссылочку на него оставлю, обязательно подписывайтесь, там много всего интересного. По-прежнему Apple не дает доступ к Apple Intelligence даже в перевыпуске iOS 18 Beta 3, пока нигде он не заработал. Была информация в интернете, у некоторых пользователей пару раз запускался новый интерфейс Siri, но на этом все. То есть, все новые функции, интеграция с чатом GPT пока ни у кого не работает. У меня есть предположение, что Apple может включить это удаленно и не нужно будет ставить там четвертую бета-версию, пятую и так далее. До финальной версии iOS 18 осталось уже полтора месяца и, наверное, уже сейчас пора бы включать бета-тест вот этого как раз Apple Intelligence, чтобы собрать какой-то фидбэк от пользователей. Пускай, окей, это будет не в паблик бете, но хотя бы в девелопер бете, чтобы это было уже в июле. В этой бета-версии было поправлено несколько багов и все они касаются работы кастомизации главного экрана. Теперь, когда вы меняете значки с малого на крупный, анимация происходит гораздо быстрее, а также значки светлое на темное тоже все это работает очень быстро. Ну и также фон, когда вы делаете более темнее, это все работает плавнее и даже на стареньком iPhone XS это не заикается, что дает мне надежду к выходу, к релизу iOS 18. С точки зрения производительности вот этих новых фишек, функций iOS 18 старенький, iPhone XS будет работать очень даже неплохо. Второй баг, который не поправили, это тонирование иконок. Теперь, когда вы хотите кастомизировать опять же свой главный экран и сделать иконки более темнее или более светлее, или вообще какими-нибудь красными, зелеными, желтыми, фиолетовыми, не важно. Также это работает более стабильно, все стало работать более плавнее. Опять же, iPhone XS не даст нам об этом соврать. Старое устройство, все работает здорово. Давайте пару слов о производительности этой бета-версии. Все работает в принципе неплохо, но я заметил, что когда ты вызываешь клавиатуру, как будто есть какая-то задержка. Буквально там полсекунды или секунды, и это на самом деле напрягает. В прошлом обновлении такого не было. Но опять же, это бета-версия, это iPhone XS, и это не супер такой критичный баг, как, например, аномальная разрядка аккумулятора. Здесь вообще говорить, собственно, даже страшно. Аккумулятор разряжается достаточно быстро, я бы сказал, даже аномально быстро. Никакой разницы между прошлой версией и этим обновлением, походу, не произошло. Даже с учетом того, что здесь стоит абсолютно новая батарея. Также я читал в интернете, что люди ставили на 15 Pro, 15 Pro Max, и у них также не очень хорошая автономность. Также вчера состоялся, наконец-то, релиз паблик бета. Теперь у нас есть с вами девелопер бета и паблик бета. Девелопер для разработчиков, паблик бета для обычных пользователей. И чем они отличаются? Абсолютно ничем. Сначала выходит девелопер бета, то есть для разработчиков, а через пару дней уже паблик бета для людей, которые хотят затестить это на своих устройствах. Как установить iOS 18, видео есть на канале. Там, правда, для девелопера. Но это тоже самое можно применить и к паблик бете. Просто вы выбираете не девелопер, а паблик. Так что, если вам хочется поставить iOS 18 и попробовать ее, ссылочку на это видео я оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Но я вам не рекомендую ставить, что паблик, что девелопер на свое основное устройство. Даже если вы его поставите, не забудьте перед этим сделать обязательно резервную копию. Потому что, если вдруг что-то пойдет не так, у вас уже есть хорошая резервная копия, с помощью которой вы можете легко восстановиться и восстановить свое устройство, как оно было до перехода на iOS 18. На мой взгляд, iOS 18 очень хорошее обновление. О фишках этой версии я делал уже несколько видео. Ссылочки на них я обязательно оставлю. Обязательно посмотрите. Ну и на канал обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Впереди очень много всего интересного. Дальше больше. Всем здоровья и пока.